А Севчук удивлен, что вы выигрываете. А Севчук пускай приезжает, мы ему дадим по жопе. Привет! Не думал я, что выступление нападающего Вадима Севчука из Академии Михайлова, а оно было в прошлой программе, так расстроят представителей крыльев советов. С другой стороны, сумели бы они обыграть московская «Динамо» и СК-1946? Что-то я сомневаюсь. Вадик все-таки был прав, что случайно выигрывает. Вадик много очень разговаривает. А как он должен показать вам, что вы случайно выигрываете, а они случайно проигрывают? Всякое бывает, просто хоккеисты, которые много разговаривают, заканчивают играть в хоккей. Но все-таки это не единственный критерий. Те, кто хорошо разговаривают, ценятся нашей программой. А это гораздо важней. Но вернемся к питерским армейцам. Что с ними происходит? В последних матчах команда очень часто проигрывает. Егор Соболевский пытается объяснить, в чем дело. Такое ощущение, что сейчас команда как-то не в себе немножечко. И мы по «Атланту» видели, да, матч второй в Хабаровске с крылышками. Что с вами? Ну, сейчас мы... Много ребят, кто болели. Много, кто сейчас восстановились. И я думаю, что мы сейчас воедино соберемся и будем опять их побеждать. А вот тренеры сегодня уехали. Удивились? Нет, мы знали, что у них не очень хорошо им. Пауза в КХЛ. Сейчас большая конкуренция, да, с вышки спускают кого-то ребят. Ощущается вот здесь, что, ну, ты не можешь себе гарантировать, что в следующем матче сыграешь? Ну, поэтому приходится доказывать каждой игре свое место в составе. В последних матчах у СКА-1946 недокомплект тренеров. И вы знаете, по какой причине лишний раз назвать эту болезнь не хочется. Но те тренеры, которые еще здоровы, устраивают чудеса. Интересное событие произошло в матче между Красной Армией и Алмазом. Главный тренер Череповецкого клуба начал менять голкиперов прямо во время булитной серии. И это помогло. Не раздражает, когда вот тренеры соперника так вратаря меняют? Да нет, это тактический ход. Но просто есть какие-то, наверное, нормативы. Просто надо это бы уточнить, и все. Едет игрок уже на точку. Вратарь, я не знаю, как в правилах. Я, честно говоря, с этим не сталкивался. Тактический ход, психологическое давление на игрока. Респект и уважение тренерскому штабу Алмаза, что они так это делают. И грамотно делают. Возможно. Выводило это игроков? Сбивало как-то? Возможно. Но мы на лавке сказали, чтобы на это не обращали внимания. И готовились. Мы этих вратарей достаточно хорошо знаем. Поэтому, как бы, не знаю. Наверное, психологически это все-таки как-то нервировало. Андрей Шефер выиграл. И, конечно же, выглядел радостным. Это мое было решение. Так я посчитал, так нужно. Нормально все. Я считаю, вратари тоже к этому отнеслись нормально. Но если есть победа, то, наверное, правильный выбор был. Но, насколько я понимаю, вы там даже правила нарушали? Или... Нет, мы не нарушали правила. Просто мы долго меняли. Да. А так, в общем, я думаю, классно все получилось. И весело. А для чего это? Это чтобы сбить соперника? Ну, я посчитал, да. Немножко сбить соперника. Да. Сбили соперника и выиграли. Красавцы. Не будет ли ударом для Шатайла, что его постоянно меняют? Нет, они уже знают. Я как бы не знаю, как в других командах. Но я вратарям все время пихаю. Да, чтобы они тоже немножко бодрились. Я знаю, что в других командах вратари не трогают. А я их все время там жучу. Жучу. Новое слово в российском хоккее. Жучить вратарей, оказывается, можно. И теперь глава проголкиперов. За «Алмаз» сыграл Тимофей Королев. Знаменитый вратарь 2003 года рождения, у которого 100% побед в КХЛ. Скоро, пожалуйста, ту тайну, все-таки, что-то с глазом тебе разин ударил? Нет. Честно скажи. Нет, нет. Случайно, с чистой воды. Ну, ладно, объясни технически. Просто тогда показали фотографию, сказали, на что ты напоролся. Расскажи, что это было? В сушилке на крючок я налез. Форму после игры пошел, класть, нагнулся, и мне крючок под веку залез. Снялся, и, ну, все, папу, класс. Ты вратарь, ты крючок не увидел? Нет, ну, сушилка вся черная, и вот этот скелет тоже черный был, я как-то не заметил. Будто первый раз в сушилку пришел. Ладно бы я вот, допустим. Я бы на все крюки напоролся, но ты-то. Ну, я там не так часто бываю. У нас другая сушилка. Как ты, вот сейчас уже прошло время, отнесся, вот у тебя одна победа, действительно, там, форс-мажор был, и ты выиграл этот матч. Как сейчас оцениваешь ту игру, что вспоминаешь? Да, классный опыт. Ну, так, много всяких эмоций мне это дало. Возможно, рост вырос немного, как игрок. Некоторые моменты я разобрал оттуда. Ну, в общем, классно все это было. Было на площадке такое, ты видишь хоккеиста Витязи, думаешь, елки, я про него только читал. Да, этот Амияки, который бомбардир этот лучший, я его увидел. Когда он мне еще щелкнул в голову, да, он очень злился, потому что не смог забить. Еще бы молодому, да, который только приехал из фарма. Ну, да, я еще и Гроста на его. Как? Ну, он мне в голову попал, я попросил остановку, его это разозлило. А больно было? Ну, не, не, что больно, просто так у меня чуть-чуть крови во рту появилось, и все. Ну, так, привкус небольшой. Нормально, в принципе. Главный тренер ваш говорит, что ругает вратарей, вообще, ну, не щадит, и получаете вы по заслугам, так и есть? Не, нормально все, не ругают нас. Он говорит, что, ну, если в каких-то клубах там вратарей стараются не трогать, а то он спокойно... Не знаю. Мне ничего так не высказывали никогда, все нормально, спокойно. История вот с булитами, с красной армией, что это было? Я сам не понял, как это какой-то трюк просто. Просто мы переиграли соперника за счет психологии вот такими действиями. Ты удивился, что тебя позвали на замен? Ну, так, немного, но исходя с прошлой булитной серии, которая вчера была, я, в принципе, уже понял все, что происходит. Странно, что Тимофей не в олимпийской сборной. У голкипера красной армии Всеволода Скотникова другой юбилей. За свою карьеру он отразил 1500 бросков. Но запомнит нынешний январь Всеволод совершенно по другой причине. Болел долгое время, причем действительно болел серьезно, не с симптомом даже, а с болезнью. А потом вышел, стал играть вообще без перерыва. Ну да, было такое. На третий день вышел, и игра с Торосом уже была. В течение 13 дней 7 игр сыграл. Ну, я вот знаю, тяжело ведь для организма, для всего. Не, ну, конечно, тяжело. Главное, правильно восстанавливаться. Очень тяжело, на самом деле. 7 матчей за 13 дней. Расскажи, как это? Каково это? Да, ну, каждый день игра как будто все одно и то же происходит в жизни. Дома не бываешь. Ты приходил в раздевалку, у тебя лицо, в глазах, наверное, темнело, да? Не, нормально было, на самом деле. На самом деле, наоборот, хорошо, когда так много играешь. Но лично для меня такая игровая рутина, игровой ритм. В каких-то матчах в «Звезде», да, защитник был твоим сменщиком. Ты понимал, что у тебя нет возможности травму получить, что-то вообще? Там была ситуация еще, то, что у меня шнурок порвался. И я думаю, и спрашиваю судьи, можно на лавку съездить? Ну, и потом вспомнил то, что у нас там защитник. Ну, там не вариант вообще. Ну, в итоге быстренько там что-то перемотали, и все. Играл нормально. Да. Не вариант был его выпускать точно, там надо было тогда пятером в ворота вставать. Ну, он что, вообще слабый был? Кто там был из защитников? Салопанов Никита. Салопанов, но он совсем слабый? Ну, все равно, это же не вратарь. Ну, на разминках хорошо смотрелся. Правда, он то в игровых коньках уйдет, то в вратарских. Есть разница? Я думаю, да. В чем? Ну, все равно в вратарских нужно скользить на щитках, а там только всякие виражи делать в улитке. Странно, что Скотникову не дали сыграть и во втором матче с «Алмазом». Он же уже привык к такому темпу. В крыльях советах новая звезда. Голкипер Дамир Шеймарданов в одиночку переиграл с К1946. Во время матча отразил булит и оставил команду в борьбе за место в плывов. Чудеса приходят, откуда не ждали. А попросили на пехоте за ту пропущенную шайбу? Ну, неприятности случаются. Но главное, как ты действуешь после ошибок. Пришлось вот как-то дополнительно успокаиваться? Ты же прекрасно понимал, да, что шайба твоя и перерыв тут как раз. Приходилось так внутренне себя убеждать, что ничего страшного? На самом деле нет. Я пришел, я вообще забыл про гол и знал, что третий период будет опасный. И надо настраиваться на весь период. Вообще нет, не думал. За счет чего такая игра была сегодня? У тебя замечательная, у команды тоже неплохая. Что случилось? Ну, вчера разозлили, конечно, они нас. И поэтому сегодня утром проснулись и поняли, что надо обыгрывать. Потому что, ну, это СКА, всегда приятно побеждать. Вадим Севчук удивлен, что вы выигрываете. Я видел. Да потому что у них с ним, это, мы с ними больше не играем, поэтому он так говорит. Вот. Но мы выиграем за счет команды, за счет веры в себя и уверенности. Ты ушел из капитана, пришел в клуб, который почаще выигрывает. Привыкаешь, что надо здесь иногда побеждать? Ну, да. Приятно, конечно, побеждать. Всегда выкладываюсь на 100%, чтобы выиграть. Ну, когда-то выигрывает, когда-то нет. Ну, если уж как пойдет. Ну, что ты пропустил эту шайбу, расскажи. Что хотел сделать, в волейбол сыграть? Ну, хотел отбить что-то. Чем? Ловушкой? Ловушкой. Ну, хотел как бы прижать, а он у меня развернулся. Я такой, ну, ладно, бывает. Ловушкой можно отбивать. Ну, вот так вот. Тебе кто, в капитане научили? Нет. В Сочи? Лешков тебя научила? Нет. Тут уж поневоле начнешь жучить вратарей. Но закончим нашу программу не самой веселой темой. Восходящая звезда российского хоккея Прохор Полтапов переживает не самые лучшие времена. Даже Ренат Хасанов расстроен его игрой. Ну, я могу сказать, мы своими руками зарываем этого мальчика. Потому что, ну, по большому счету, он и в первой команде не играет толком, да, и в звезде толком не играет, и у нас толком не играет. Вот. Он везде и нигде. Здесь надо, мне кажется, четкое понимание, где он лидер, где его подпускают, где ему дают возможность понюхать пороха. Вот. Если эти приоритеты будут расставлены, я думаю, он заиграет так же ярко, как в том году. Это проблема самого Прохора или системы? Я думаю, и его в том числе. А может быть, у него корона сейчас выше него. Вот. Возможно. Я, мне сложно очень, потому что, ну, я с ним так плотно не работаю, как в том году. Вот. И мне сложно сказать, что у него сейчас в голове. Но все налицо. Все налицо. И он многие моменты растерял. Чутье потерял, когда отдать, когда обыграть. Ну, ушло это все у него. И в такой сложный момент Прохор не стал прятаться в раздевалке, убегать от журналистов, а вышел и принял удар на себя. У него есть будущее в российском хоккее. Ну, ты согласишь, что тяжелый момент для тебя, тяжелый сезон. С чем ты это связываешь? Ну, все равно переходный сейчас период с молодежного во взрослый хоккей. Поэтому, ну, клуб старается делать все, чтобы дальше развивался. А сколько для тебя стало потрясением, что ты не попал на чемпионат мира? Да, в принципе, ненасколько, что. Значит, есть люди достойнее меня, скорее всего. Не знаю. Ринат Хасанов говорит, что у тебя корона. В смысле, в хорошем смысле слова. В смысле, не больном. Корона такая. Нет, это тоже в плохом смысле, значит. Нужно избавляться. Есть? Ну, если тренера считают, значит, нужно прислушаться к ним. Ну, ты в чем видишь проблему? Мы просто там в прошлом году все восхищались тобой, в этом году не видим ни в «Звезде» той хорошей игры. Ну, про Красную Армию вообще отдельно. В ЦСКА мало играешь. Ну, тяжело все равно перестраиваться там, туда. Не знаю, с чем связано. Нужно, скорее всего, сесть, подумать над своей игрой и все. И главный тренер про это говорит, что надо тебе самому разобраться. А в чем ты вот запутан? Да просто по поводу своей игры подумать все равно. Хоккей меняется. А тот, в который я, наверное, в прошлом году играл в хоккей, уже не так работает. Поэтому нужно просто реально сесть и подумать. Уверен, что у Прохора все будет отлично. Я прощаюсь с вами. Будьте такими же смелыми, как Полтапов, и такими же здоровыми, как Соболевский. До свидания. А вот ты вот лично как переносил? У тебя была болезнь? Болел ты уже? Нет. Нет. И ни коронавируса, вообще ничего. Да? Я какой-то счастливчик в этом плане. И даже вот в тяжелый момент в прошлом году тоже все? Нет, вообще не болел. Вакцину сделал? Только один раз привился пока. Скажи, может, давай твою кровь будем продавать? Ха-ха.